Трумка, друзья! Если вы пристально наблюдаете за соревновательным киберспортивным третьим Варкрафтом, то вы можете знать, что прямо сейчас Альянс проживает свои не самые хорошие времена. Количество игроков за эту расу очень мало, именно конкретно в киберспорте, и Альянс почти ничего не выигрывает на турнирах. За последний год Альянс занимает последнее место по количеству выигранных призовых и, по сути, отстает от своего ближайшего конкурента в 2 или 2,5 раза. Но, тем не менее, есть еще звезды, которые пытаются нас радовать и пытаются нести знамя человечества. Это, например, Сок, игрок за Альянс, который стартует здесь снизу справа. Против него Хэппи, один из сильнейших игроков в мире, и один из сильнейших игроков в мире за Нежить. В принципе, как бы, встреча с Нежитью для Альянса это всегда проблема, но Сок всегда пытается креативить, да, пытается как-то по-разному подходить к игре. Он именно тот, который не боится экспериментировать. И прямо сейчас это буквально последний топ-1, последний тир-1 игрок за Альянс в соревновательном киберспортивном Варкрафте. Сегодня мы посмотрим турнир с призовым фондом 3,5 тысячи долларов и полноценный матч в формате Best of 3, то есть до 2 побед. Поэтому гарантирую, будет интересно. Это один из тех немногих видео, где играют... Ну, где я комментирую сразу же несколько карт, поэтому надеюсь, вам такой формат понравится, вы его поддержите, потому что обычно люди редко когда досматривают такие видео. Но гарантирую вам, что Сок, что Хэппи нас тут будут приятно удивлять и веселить. Сок, как вы видите, играет через Архимага. Хэппи же, в свою очередь, через Лича, и при этом он привел Акалита. Он знает, что Сок, скорее всего, хочет закрипить лабораторию, и поэтому он привел Акалита сюда, для того, чтобы в случае чего сегрессировать нейтрало. Для того, чтобы помешать Криппингу. И в итоге Сок был вынужден отправиться на Троля и Морского Великана на этой точке. В принципе, небольшая эта проблема в какой-то степени, потому что если бы он мог бы закривить эту точку, он сразу же получил бы крутой артефакт и много опыта. А так он с этой позиции не берет второй уровень. Лич же, с другой стороны, продал свиток телепорта. Закупился расходниками. Акалита отправляет на золотую шахту и собирается строить дополнительную базу. Занежить в современных реалиях это делать очень легко, особенно на подобных картах, где защита крайне маленькая. Примерно то же самое собирается также делать и Сок. Взял он второй уровень. Выпали перчатки скорости и когти плюс четыре. Довольно приятные артефакты. Архимагу как раз на ранних этапах нужно наносить урон с руки, потому что это буквально единственный урон, который есть у Альянса. Продолжительный период времени. Элементаль и Архимаг. Крутое окружение пехотинца. Плюс сорок опыта для Лича. Пытается еще так же убить Элементаль. И в итоге и Элементаль погибнет, и пехотинец погиб. При этом еще даже без нового его должен тут забирать получается. Но нет, его добивает Сок для того, чтобы не дать опыт своему противнику. Дополнительную базу Сок тут не сможет поставить. По крайней мере прямо сейчас. Но он явно хочет это сделать, учитывая, что он заказывает дополнительных Аполченцев. Аполченца также он отправил на Мурлаков. И в итоге Сок пытается подумать, а что ему делать? В нагло ставить базу он тут не мог бы. Он хочет сейчас взять третий уровень и со вторым Элементальным сделать какой-то движ. Проблема в том, что Хэппи уже построил Зекурат. И он уже апается. И с апнутым Зекуратом пробивать ту базу будет, мягко говоря, проблематично. В итоге тут закреплено. Кольцо выбило. Потом может взять этот артефакт. И с эту точку должен тут забирать Сок. Таким образом берет долгожданный, очень нужный третий уровень. Хэппи понимает, что если враг не ставит базу, то скорее всего он будет агрессировать. Поэтому он не возвращает вурдалаков домой. Он пытается делать все возможное, чтобы гарантировать, что эта шахта будет построена. Поэтому он оставляет вурдалаков здесь. Вурдалаком он нашел вражескую армию и будет пытаться сейчас что-то делать. Альянс тем временем отправляет опоученцев на золотую шахту. И будет стараться атаковать и параллельно ставить базу. Потому что если он атакует, значит враг защищается. Если враг защищается, значит он не атакует. И это дает возможность опоученцам рабочим ставить базу. Краймере такова теория. Лич не третьего уровня, не качался он в продолжительный период времени. Именно поэтому у него нет второй новой. Возможно именно тот шанс, который нужен Архимагу. Архимаг купил сапоги для того, чтобы если что он мог убежать. Но там готова башня Нюруба. Поэтому можно замедлять противника. Более того, очень много скелетиков будет. Получает Архимаг просто очень много урона. Он под замедление от нового, замедление от Нюрубской башни. В итоге посмотрите, какой побитый Архимаг. Он тут вынужден был нажимать телепорт или умирать. Он выбрал путь смерти. Это, наверное, ошибка была. Нужно было нажать телепорт. Но на самом деле тут в любом случае печальная история. С другой стороны погибает Лич. Из печальных моментов это то, что Архимаг не получил за это опыт. Но с другой стороны погиб Лич. И Альянс отменил шахту противнику. То есть в принципе все более-менее неплохо. Да, потеря Архимага это катастрофа. Он свою базу ставит и он ее гарантированно поставит. Из плохих моментов это, конечно, то, что он не сможет выкупить Архимага. Он вынужден делать его в алтаре. Это означает, что он очень поздно нажмет Т2. В то время как Хэппи, правда, тоже Т2 не нажимает. И он опять только построил шахту. Элементаль пытался атаковать Прокритый Рудник. Но Акалиты не подпускают Элементали. Для того, чтобы он просто не мог атаковать. У Элементали очень маленькая дальность атаки. Вы сами видите, как Руду тут Хэппи контролит. Пришел. Магическая башня качается. Но еще не скоро будет готова. Архимаг пока не готов. Лича выкупили в таверне. Ну и вурдаваки тут будут пытаться что-то сделать. Вурдаваки много урона наносят по рабочим. Который не в боевой форме. Очень много побитых пехотинцев. Магазин строится для того, чтобы восстановить им здоровье. Магическая башня в итоге уничтожена. Получение скоро закончится. Эта точка будет очень уязвимой. Вурдаваков много. Пехотинцев мало. Башни никакой нет. Архимаг еще не вернулся и не скоро вернется. И в итоге вроде как базу построил. Но она абсолютно не укреплена. Отсутствие стрелковой башни. Больно по нему бьет. Но у него и лесопилки нет. Он не мог бы это сделать. Выкупил в итоге Архимага в таверне. Будет пытаться гонять Лича. Лич правда поднял третий уровень за счет убийства рабочих. Ново по Архимагу. Но он на собаках. Поэтому его вроде как не должны тут догонять. Но опять же все это время тут база не работает. И как же много рабочих погибло. Как минимум четыре. Может быть даже больше. Вот пятый сейчас умрет. Очень серьезные потери. Архимаг правда сейчас будет пытаться что-то сделать. Новые рабочие заказываются. Т2 будет очень не скоро. Кладбище ставят чтобы может быть пауков заказать. Может быть башню духов сделать. Может быть улучшение сделать. Архимагу тут нужно как-то жить. Лич его преследуют. У Лича нет правда ни маны, ни здоровья. Но он только что съел своего юнита для того чтобы начать восстанавливать свой ХП через ритуальный кинжал. И при этом он отходит. Он на сапогах. Он быстро передвигается. Начинает восстанавливать свое здоровье. Архимаг. Очень суетливая и страшная карта. На самом деле очень много движа. Но опять же мы видим что у Альянса такая узимая экономика. Рабочий умирает от чего угодно. Очень много рабочих уже погибло. Альянса в этой игре штук 6-7. Действительно очень много. Личность при этом восстанавливает ману. У него есть ритуал. Он в принципе сможет новую использовать в ближайшее время. Возможно даже Архимаг под угрозой. Не стоит ему тут так вальяжно передвигаться. Башню пытается все-таки сделать. Элементали пытается атаковать Вурдалака или кого-либо вообще. Архимаг тем временем отходит. Он понимает что ему тут сильно угрожают. Мне же тем временем уже нажал Т2 и ставит второй склеп. Ратуша правда тоже сейчас может нажать Альянс. Абду Т2 имеется ввиду. Архимаг пытается убежать. Но золото в итоге опять же покупает цветы к регенерации. Покупает многие расходники. И Т2 просто не имеет возможности нажать. Хотя на самом деле это уже нужно делать и срочно. Нажал. Хорошо. Унижить и временем передвигается. Ходит. Ну в целом Альянс вроде как выстоял. Унижить и все в принципе нормально. Шахта спокойно работает. Он на золотой шахте уже больше золота чем противник добыл. При том что шахта... При том что ратуша у сока появилась значительно ранее. Это следствие отличной атаки хэппи по дополнительной базе Альянса. При этом учитывая количество скупленных свитков регенерации. Количество убитых рабочих. Потеря у Альянса конечно просто фантастически. Ново по Архимагу. Лич очень побитый. Но у него есть не уязвимости сапоги. Магическая башня готова. Это значит что можно атаковать скелетов. Очень успешные и сильные. При этом Лич вряд ли сможет стоять прям здесь. И агрессировать. Лесопилку пытается сделать. Стрелковая башня здесь лишней не была бы. Потому что стрелковая башня наносит хороший урон по вурдалакам. Он ставит вторую казарму и кузницу. Видимо это планируется переход в рыцарей. В дальнейшем такой традиционный классический игровой стиль. Альянса и самый успешный в целом. Туфли ловкости так себе подходят. Там уже есть Т2. Рыцарь смерти заказывается. Там-то 2 только наполовину сделан. Архимаг. Ё-моё. Неужели он тут умирает? Не, он выживает. Новый нету Лича. Архимаг выжил буквально на 10 хп. Сможет ли он? Ну должен вживать. Он вроде как не умирает. Правильно? Четвертый уровень есть. Ой-ой-ой. Он умрет. Он умрет. Типор жмет. Типор жмет. Потому что понял что происходит. Лич его продолжает преследовать. Светы к исцелению просто прожимать не хочется. Лич поднимает четвертый уровень. Архимаг видит где находится Лич. В итоге здание так достроить не смог. Но скоро это сделает. Архимаг бежит в эту сторонку. Какая же суета конечно. Просто жесть. Какая же суета. Я так иллюзию отправил. По сути на разведку. Настоящий Архимаг где-то там бегает. Но да. Он использует свиток исцеления. Но это ему не помогает. Потому что новый его замедляет. Несколько атак от Лича. Архимаг умирает. И на первой карте. Сок сдается. Потому что он решил что шансов у него нет. И в принципе учитывая что. Он уже второй раз теряет Архимага. Как он отстает по технологиям. Что у него нет никакой защиты. То действительно тут кажется. Уже отчаянной ситуацией для него. И решил Сок не затягивать время. Но это не последняя карта. Потому что нужно выиграть как минимум две карты. Для того чтобы одолеть своего противника. Прямо сейчас мы смотрим вторую карту. Счет 1-0 в пользу Хэппи. Сверху справа играет Сок. Слева Хэппи. Карта Autumn Leaves. В осенних таких оранжевых цветах. Очень приятных. Тут можно ставить также достаточно легко дополнительную базу. И вероятно это будут делать оба игрока. Не думаю что Хэппи откажется от своей уже коронной стратегии через реча. Ну и это же следует ожидать от Сока. Хотя на самом деле Сок может не обязательно в Рыцаре играть. Это может быть что-то другое. Но с Усокой долей вероятности это будут именно Рыцари. И это Рыцарь Смерти. Все-таки это Рыцарь Смерти. Смотрите. Видимо в зависимости от карт. В зависимости от того насколько легко качаться. Выбирает разных героев. Рыцарь Смерти. Мне кажется Лич прямо сейчас более стабильный вариант. Но безусловно. Видимо Хэппи что-то знает. Первые герои вышли. Акалит узнал что там Архимаг. Желательно сохранить Акалита. Рыцарь Смерти не продает цветок телепорта. Удивительно. Акалит пытается сбежать. Первую точку крипит уже Сок. В то время как Андет феноменально окружил пехотинца в очередной раз. Хэппи конечно отлично контролит. Окружать вурдалаками пехотинцев проблематично. Но многолетний опыт дает о себе знать. Кольцо защиты так себе артефакт. На текущем этапе Архимаг абсолютно никак не помогает. Но в дальнейшем можно будет передать какому-то условному горному королю. С ополченцами отправляется дальше. И это действительно будет дополнительная база. Как видите это не на этой точке. Которую как бы легче крипить. А именно на этой. Почему? Потому что она дальше от противника находится. Ее тяжелее атаковать. Эта золотая шахта ближе к центру. И в итоге дистанция до нее очень маленькая для нежити. Успел все-таки полностью забрать все здесь Сок. И при этом он шикарно покрепился. Потому что он не потерял здоровье на своих юнитах. И Коилом тут некого добивать. Круто очень все сделал тут альянс. Но очень много юнитов Хэппи отправляет в агрессию. Это в основном вурдалаки. Кинул Коил в своего скелетика. Интересное решение. Раненые вурдалаки сразу же убегают. Сок видимо понимает, что он прямо сейчас базу построить не может. Пытается вернуть рабочих. Архимаг пытается сбежать. Новых ополченцев отправляет. Для того, чтобы выиграть пространство. Рабочие просто от среднего урона страдают реально. Перчатки. Сапоги скороходы купил Архимаг. И Архимаг продал амулет энергии. Потому что ему срочно нужны были сапоги. И амулет энергии на самом деле не то, чтобы мега крутой артефакт. На самом деле для Архимага. Он прикольный для горного короля. Может быть, да. Но не для Архимага. Уже погибло два рабочих. Третий сейчас скорее всего погибнет. Неприятная история для Альянса. Но с другой стороны, таков путь Альянса. Вечные страдания. Кондетти временем уже Т2 нажал. И на половину сделал. В то время как Альянс даже не начал строить базу. Что является в принципе проблемой. Рабочий минус. Это уже четвертый получается, да. Красиво Кайлом забрал. Архимагу все-таки очень критично иметь третий уровень. Для того, чтобы вторым элементалем отбиваться. Каждый уровень элементаля радикально увеличивает боевые характеристики призывного существа. И смотрите, отправляется все-таки на эту золотую шахту, а не сюда. Интересное решение. Видимо для того, чтобы тут закрепить точку. И тут взять третий уровень. Это очень важно. Элементаль танкует. В первую очередь пытается убивать охотку. Окружение! Окружение рыцаря! Окружение рыцаря! Нет, не получилось. Очень стрёмно здесь конечно же убивать троллей. Круто только что сделал сок. Он специально оставил 105 хп у тролля. Для того, чтобы Койл не смог его убить. Хэппи появился, кинул Койл. Там осталось 5 хп и его добил Архимаг. Какие же сладенькие, гениальные артефакты выпадают. Просто кольционосный Архимаг. И только сейчас ставит базу. В треме, когда там уже есть Т2. Уже заказан лич, уже заказана бояня. И скоро будет прожат Т3. Ну, можно попытаться бой не отменять. Это вот крутая штука. По идеальному таймингу приходит сок. Очень круто сыграно. Но при этом Архимаг подставляется под атаку мейна. И в итоге он окружен. Несмотря на наличие сапогов. Как вы видите, атака мейна нежити наносит такой гигантский урон. Абсолютно невозможный. Так сильно замедляет. Прошу прощения, вот так вот хотел сказать. Так сильно замедляет, что неважно, есть у тебя сапоги или нет. Ты все равно передвигаешься, как улитка. А тут еще и комбинируется с тем, что у нежити еще и аура на скорость передвижения есть. Ой-ой-ой. Что один, что другой игрок мог пытаться окружить противника. Тут база уже готова. Магическая башня скоро будет сделана. Ее очень нужно достроить. Именно поэтому рабочие сразу же встали в позицию ремонта. Это очень важно. Магическая башня готова. Поэтому сразу же отказываются в урдалаке от уничтожения башни. Стараются теперь убивать рабочих. Лич появился, новый используют. Побитые рабочие есть. Там три рабочих погибнет, как минимум, скорее всего. Даже четыре. Четвертого рабочего сейчас убьют. Вот четвертый только что погиб. Потери неприятные есть также и для нежити. Т-2 там наполовину сделан. Тут уже наполовину сделан Т-3. То есть окно временное есть у Хэппи. Как только будет Т-3 у Сокола, он сможет выйти, я так понимаю, в рыцарей. Вертолеты. Вот это вот все. Пока что он с этим не спешит. Башни ставит на мейн. Запасные. Рыцарь смерти. То, что не третий уровень. Это довольно плохо. Это очень плохо. Хэппи нужно где-то взять третий уровень. Войска вступили в бой. Ну, в принципе, пехотинцы это мясо сейчас. Это мясо. И этим мясом желательно что-то делать. Можно вурдалаков подрезать. Аколита подрезать там какого-то. В идеале. Это то, что нужно сделать в идеале. Но на практике свитка телепорта нет. И поэтому тут действует Соку напряжно. Ну, значит, если он не может ничего не сделать с базой нежити. Вероятно, есть смысл постараться действовать максимально агрессивно. Против армии противника, чтобы она не качалась. То есть вот банально атакуя склеп, он заставляет леща, рыцаря смерти стоять, обороняться. А не идти качаться. Сферу купил для леча. Моментально Т3. Сфинксы. Ярость вурдалакам. Такие, конечно, странные на фиде элементаре. Но идея в том, что он хотел атаковать статую. Чтобы статуи уменьшилось здоровье. Чтобы потом можно было как-то ее убить. Потому что статую нельзя восстанавливать кайлом. Ну и Хэппи планирует таймингу и атаку. Это сфинксы вурдалаке с яростью. Пауки также имеются. Довольно разношерстная такая армия. Много башен пытается сделать. Но только одна из них качается. Две из них только строятся. Т3 нажал. Горный король заказан. Мастерская. Вторую казару он пока что не делает. Пауки тут могут по-быстрому башню уничтожить. Но если ее ремонтировать, то она может быть и выстоит. На самом деле, как мы видим, она пытается держаться. Да, она выстояла. Но ее тут, судя по всему, все-таки добьют. Или нет? Потому что сзади подошел альянс. Горный король. Молоток. Поличуль. Еще пытаются тут разобрать окружение. Снизу есть статуя. Она закрывает проход. Койл. Темная охотница есть. Немоту можно, соответственно, кидать. Или темную стрелу. Темную стрелу она прокачала. Молоток. Пытается убивать паука. Много очень пехотинцев. И этим нужно пользоваться. Горный король, правда, все. Все-таки он только первого уровня. Поэтому тонкий. Но он свою работу сделал. Он защитил башню. И он первого уровня. Поэтому он должен быстро возвращаться. Ну и пехотинцы это мясо. Им нужно тянуть время. Но при этом и не умирать просто так. Действовать аккуратно. Т3 будет только через... Пару минут. Но с другой стороны, там аж 4 башни. То есть вот тайминговое окно было у нежити. Когда тут еще эта башня не прокачалась. И эти башни были не прокачаны. Вот тогда эта база была просто ничтожно слабая. Но из-за того, что сок выстоял, смог отремонтировать эту башню. Другие башни тоже прокачались. И в итоге теперь он не может нагу идти сюда и атаковать. И в итоге это дает Альянсу время. Он ставит вторую казарму. Альянс появилась надежда. Все более-менее неплохо теперь. Все более-менее неплохо. Войска вступили в бой. Горный король там появился. Ферму ставит для увеличения лимита. И в итоге будут вертолеты. Вертолеты, вертолеты против сфинксов. И рыцари против всего остального. Я же понял, что он не сможет уже пробить противника прямо сейчас. Поэтому я решил немного прокачаться. Крест выпал. Второй уровень у темной охотницы. Есть теперь немота. Там посмотрим, что упадет из гнова. Это может быть какой-то большой расходник. Например, невызимость или банка здоровья. Но у него нет времени этим заниматься. Есть сфинксы. Пытаются вырывать башню. Наскок серьезный. Но вертолеты подлетели. И они не дают возможность здесь спокойно сфинксом функционировать. И вынуждены тратить свое время на вертолеты. Рабочий умирает массово. Одна башня была уничтожена. Но с другой стороны только одна башня. Могло быть значительно больше. И башни позволяют кое-как удерживать позицию. Убивают скелетов, бурдулаков. То есть нежности становится все меньше и меньше. А там наконец-то. Наконец-то пошли рыцари. Но с другой стороны. По сути работает только одна шахта. Потому что многие рабочие погибают. Почему-то у меня в голове появился вопрос из комментариев. А почему Альянс строит башни здесь, а не здесь? Это же логично. Атакуются это стрим, значит башни должны быть здесь. Ну потому что башни Альянс очень долго прокачиваются. Ну я просто представлю себе, что такой вопрос может возникнуть. Они долго прокачиваются, стражевая башня, в стрелковую или магическую. И вы сами видели, что буквально там секунду зарешали, когда Хэппи подходил. И он почти уничтожил эту башню, пока она качается. Зарешали буквально секунды. А если бы она стояла бы здесь, ее бы все-таки уничтожили. И тогда бы сок уже точно проиграл. А так эти башни не позволяют повнагу идти в атаку. Да, они не так эффективно защищают, как защищали бы башни здесь, но они защищают все равно. Так, один из сфинксов почти погиб. Второй уровень у горного короля. Паладин тоже появился. Берет с собой ополченцев. Альянс пытается дать бой. Паука хочет забрать. Там ледяная броня, поэтому рыцари сильно замедляются. Четвертый уровень у рыцаря смерть. Есть теперь вторая аура. Но паука полностью окружили. В целом Альянс вроде как отбился. Единственная его проблема, это конечно плохо раскачанные герои. Но если он будет как-то убивать противник. Просто в чем? Нежить еще может кинжалом убивать своих юнитов. Лич может съедать своих юнитов. И в итоге Альянса толком нет опыта. От вроде как победы над противником. В конкретных сражениях. Такое чувство, что там две мастерские, но нет. Просто вертолеты так быстро строят. Ну, вертолеты занимают только один лимит. Странно, если бы они долго делались. В первую очередь атакуют пауков, как вы видите. Потому что героев точно не убьет. А каждое убийство паука, смерть каждого паука очень сильно влияет на игру. Потому что у Нежити нет дополнительной базы, чтобы быстро все отстраивать. Сфинксы там дожали прям до базы. Да, сражаются под башней духов. Но убийство Сфинкса куда важнее. Пытаются убивать пауков. У Нежити еще один койл будет. Абоминашн вышел. Просто тупо толстый юнит. Не хватает очень сильно третьего уровня горному королю. Посмотрите, какой он кальценосный реально. У него суммарно плюс 11 брони. То есть 11 плюс 3. 14. Крест есть, поэтому она тут не умрет. Передал. Вставнули горного короля для того, чтобы он не погиб. Крест в тему, конечно, оказался. Реально, плюс 11 брони. Неплохо. 45% поглощения урона. От койл нового не защищает, но от всего остального помогает. Отремонтировать бы вертолеты. Ну и улучшение в кузнице не помешало бы делать. Для рыцаря уже первое усиление атаки есть. Скорострельный лищ. Две перчатки скорости. Есть неуязвимость. Сфинксов толком не поднимается. Поэтому уже не спешит строить массовые вертолеты. Тут перелетите рыцари. Для доминации на земле. Нежить в очередной раз бежит в атаку. Горный король с неуязвимостью. Паладин! Нажимает неуязвимость. Есть второй уровень. Немота не помогла. Паука пытается забрать. Крестеры успешно с этим справляются. У пауков, кстати, нет никаких улучшений. Неуязвимость на паладине скоро закончится. Толпятся очень сильно юниты сока. Пришел убивать тут рабочих. Темная охотница делает скелетик. Очень сильно не хватает тут, конечно, магической башни. Чтобы ману выжигать вражеским героям. Чтобы они так в наглую не стояли. Паладину срочно нужен третий уровень. Так как и горному королю на самом деле. Рысер погиб. Размен на паука. Ну, как бы это... Размен плюсовый для Альянса. Потому что у него все-таки есть база. Третий уровень у горного короля. Минус два паука сейчас будет. Серьезные потери для нежити. С другой стороны, горный король убегает, кстати. Помогли очень сильно сапоги. Альянса очень много на фоне противника, конечно. Время как у нежити реально в основном только герои имеются. Что в принципе все еще сильно. Потому что паладин не взял третий уровень. Когда паладин возьмет третий уровень, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Темный охотник. Там уже рыцарь смерти поднимал руку, но не успел. Анимация не успела сработать для спасения темной охотницы. Очень легко подставился. Хэппи слишком нагло играет. Но с другой стороны, это его игровой стиль. Он так всегда играет и почти всегда это работает. Пауков забирает в первую очередь. Мне очень нравится то, что сок в первую очередь фокусирует свое внимание на юнитах, а не на героях. Потому что он все равно героев не убьет. А вот убивать пауков массово он может. Убивая пауков, он спасает... Он увеличивает свою крит массу. Если у него будет просто там 6 рыцарей, а у противника 0 юнитов, то естественно альянс с высокой долей вероятности может победить. Рабочие уже убегают. Заранее понимают, что ничего особо не светит. Опять минус 2 рабочих. Грифоны, кстати, появились. Ого, авиарий. Грифон это означает увеличенный урон по статуям, потому что у них магический урон. У статуи тяжелая броня. Ну и плюс еще, конечно, увеличенный урон по погане. И чем это тоже достаточно важная штука. И пауков при этом толком нет, поэтому грифон может спокойно летать. Грифон это крутая идея. Очень креативная. И, ну, нестандартная. Потому что обычно альянс упарывается вертолеты рыцари. И все. Тут же сок себя показывает, как игрок, который любит думать. Потому что даже один грифон может радикально повлиять на баланс битвы. Потому что, видите, нежить уже что-то не очень комфортно себя чувствует. Паука делает пауки. Если будут ловить сетку грифона, будет, конечно, клево. И, скорее всего, хэппи вручную будет командовать пауком. Потому что, если они автоматически будут ловить вертолеты, а джентльмен будет летать, это, конечно, не круто. Ну, соку не удается все равно крит массу юнитов собрать. Уодин почти взял третий уровень. Очень нужен. Вертолеты палят, что нежить подходит. Поэтому не идет, крепится дальше, а возвращается. Не хватает, конечно, улучшений. Все, еще только первое улучшение на рыцарей. Но, с другой стороны, первое усиление для рыцарей работает еще и на грифонов. Лич! Неуязвимость есть. Койл. Огненная сфера, кстати, также имеется. Она съедает 35% влечения Койла. Горный король подставляется, но он нажимает неуязвимость. И за счет этого выживает. Большая банка маны есть у паладина. Очень нужен третий уровень паладину. Он съедает поганищий лич. Таким образом, не дает опыт альянсу. И паладин не прокачивается до третьего уровня. Так не хочется большую банку маны прожимать без третьего уровня. Вы даже не представляете. У горного короля мало здоровья. Ему нужно где-то сзади стоять. Ведь уже все-таки нет ничего. Кстати, не контролит вручную сетку хэпи. В итоге грифоны спокойно летают. В то время как вертолеты падают. Значит, скоро сфинксом можно будет подняться. Раз вертолетов толком нет. Есть третий уровень паладина. Есть второе лечение. Чувствовать себя можно более-менее как-то комфортно. Бам. Грифон, конечно, вроде как и крепкий юнит. Но из-за отсутствующей брони он очень много урона физического получает. Войска вступили в бой. Йооо. Привет, папа. Привет, мама. Привет, Койл. Привет, Нова. Но вроде как ресурсы на выкуп есть Архимага. Он тратит все ресурсы на выкуп Архимага. Он нужен для ауры. Без его ауры не будет маны у героев. Для того, чтобы пользоваться своими способностями. Да, конечно, такая себе история. Возможно, нежить есть смысл сфинксы. Поднимать уже. Хэппи, кстати, продает алтарь по той простой причине, что если он потеряет... Ну, по его мнению, если он потеряет героя, он проиграл в любом случае. Он не будет в алтаре его восстанавливать. Он, скорее всего, его выкупит. Так, пускай он вернет себе 50% стоимости здания. Был уже второй Грифон вроде, или у меня Шиза. Видимо, Шиза. Или вы убили. Да, его убили, точно. Его убили. Точняк, точняк. 59 на 59. Одинаковые лимиты. Не удается Альянсу собрать повышенный лимит относительно противника. Хэппи много. У Хэппи сильные герои. Есть большая неуязвимость у Лича. Супермаска и статуи дают много маны рыцарю смерти. Поэтому он, в принципе, долго может пользоваться своими кайлами. Как минимум, еще один будет. И после этого он еще на один накопит, я думаю. Пятый уровень у Архимага. Прокачал третьего Элементаля, кстати. При том, что там есть сфинксы, которые это все рассеивают. Но он нанимает вертолетов для того, чтобы с этим бороться. Только сейчас, кстати, качает зенитные орудия. Уверить, которые дают возможность вертолетом по площади атаковать. Хороший кайл. Рыцарь славил новую. Паук убегает. Ледяная броня хорошо помогает. Став, правда, есть у Альянса. Поэтому он рыцаря также может спасти. Плюс лечение по 1 и сильно помогает. Вертолеты боятся подлетать. Потому что они не хотят попадать в сетку. Потому что он планирует, видимо, отходить. А в этом проблема, конечно, очень крутая фишка сеток нежити. Что если противник отходит, он теряет юнитов. Если у противника есть воздушные юниты. Потому что сетка массово используется. И фиг кто убежит. Основная шахта закончилась у нежити. Он ставит дополнительную шахту. Но это же касается Альянса. Альянс тоже закончилась основная шахта. Единственное у добычи с этой золотой шахты. Потому что тут все на кроплях. Одна новая. И там просто 4 рабочих погибнет. Или 3, как минимум, точно. Паука одного забрал. Вертолету нужно отправлять на сфинксов. Потому что они очень много урона. Грифона поймали в сетку и убили. Неприятная, конечно же, история. Один из рыцарей чуть не умер, но его ставнули. Достаточно побитый сфинкс. Он должен, вроде как погибать. Сетка... Пауков толком не осталось. Слушай, очень круто. Что, смотрите. Вертолеты накопились. Они прогнали сфинксов. Пока сфинксов гнали, рыцари убили пауков. Пауки погибли. Не поймали вертолетов в сетке. Они догнали всех оставшихся сфинксов. И в итоге у него же ничего не остается, кроме армии. И у него нет золота. Он построил новую шахту. Но если он ее потеряет, он будет без золота. Сфинксы падают. И в итоге смог все-таки выбрать победу на этой карте Мистер Сок. Четвертый уровень у пола 1. 5-4-4 герои. Очень круто последнюю битву провел Сок. Но проблема в том, что это всего лишь 1-1. Это всего лишь 1-1. И будет решающая третья карта, которая определит победителя этой встречи. Снизу слева стартует Хэппи. Игрок за нежек. Сверху справа стартует Сок. Игрок за Альянс. Карта Норзен Айлос. Достаточно большая. Любит ставить дополнительную базу. Но с другой стороны, есть свои проблемы, связанные с этим. Потому что защита там довольно внушительная. Через Лича в этот раз играет Хэппи. На первой карте он выиграл через Лича. На второй проиграл через Рысера Смерти. Делает вывод, нужно взять Лича, чтобы победить. Сок тем временем тоже взял Архимага. И стартует. Через скриппинг желтой точки здесь можно получить очень крутой артефакт. Какой-то большой расходник. Ну и куча опыта в придачу, конечно же. То, что доктор прописал. Зелень и уязвимости. На большой дистанции довольно крутая штука. Второй уровень есть. Лич тем временем продал свиток телепорта. Купил расходники. С этой точки получил перчатки скорости. И хочет отправиться на золотую шахту сюда. Явно будет ставить дополнительную базу. Крепить эту точку нежити вполне себе окей. Потому что все-таки можно легко убить трех юнитов. А угромага оставить последним. За счет брони другие умирает и хп. Сок играет крайне агрессивно. Он пришел мешать своему противнику. Вместо того, чтобы позволять ему ставить дополнительную базу. У хэппи, правда, на Личе только половина здоровья. Это то, чем можно воспользоваться. Возможно, моментально убили там пехотинца. Скоро у второй уровень у Лича. Второй уровень позволит пользоваться ритуалами. Для того, чтобы восстанавливать себе ману. Ну и в принципе не позволяет здесь Сок нормально противнику развиваться. Но проблема в том, что да, вот, это однобазовый альянс, дамы и господа. Это однобазовый альянс. Нежить тоже все понял. Нажимая Т2. Никакого макро, только мужицкая битва один на один. Забытая, редкая стратегия. Посмотрел, крепится ли точка, видит, что нет. Однобазовый альянс. Который повторяет Нежить. Делает все то же самое. Только вместо пауков стрелки. Вместо Лича горный король. Ты бегаешь по карте, качаешься и за счет сильных героев выигрываешь. Варды выпали. Ой-ой-ой, нет-нет, новые. Надо убегать. Магазин ставит дома, поэтому там может восстановить здоровье. Желательно убегать. Вардовака хочет убить зря, он туда подходит. Да, он убегает теперь. Добил своего пехотинца, чтобы не дать опыт противнику. Круто получилось. Магазин дома есть, поэтому восстановиться можно. Сок в очередной раз показывает, что не играет одной и той же стратегии. Третью игру подряд показывает небольшую вариацию. Ну, пани, первая, вторая, это примерно одно и то же, но грифоны на второй карте, это оригинально. А тут вообще одна базовая альянс. То есть он демонстрирует гибкость ума, что не зацикливается на какой-то одной стратегии, а пытается играть разные. Пытается искать ключики. То есть на этой карте он решил сыграть против лича агрессивно, не позволить тому строить базу. Потому что, видимо, он считает, что конкретно на этой карте или вообще в целом у нежити слишком большой потенциал к убийству экономики. И в итоге, как бы, база нежити окупается, в отличие от базы альянса, как мы видели примерно на первой карте. Вард в центре поставил, полностью контролирует центральную территорию. Третий уровень берет архимаг. В принципе, круто прокачался. Зелье восполнения используют. Цветы регенерации. Много хп будет восстанавливать. Т2 скоро будет. У нежити уже. Будет заказан Рыцарь Смерти. Т3. Бойня. Проверил, ставится ли база. Видит, что нет. Успокаивается. Архимаг взял свой третий уровень. Чувствует себя комфортно. Рыцарь Смерти заказан. Кладбище, значит, скоро бойня будет готова. Золота не хватает. Лич взял тоже третий уровень. Значит, у него есть вторая нова. На халяву забирает пехотинца по большей части. Там же горный король. Кузница сзади. Стрелки. Волшебное святилище. То есть, это жрецы, стрелки. Рифлокаст. Рифлокаст против нежити. Здание, кстати, добило. Поэтому личный опыт не взял. Видимо, пехотинец забежал посмотреть, остроится ли бойня. Не нашел бойню и решил уже остаться. Потому что решил, что все равно не убежит. Скорее всего. Ой, как же Архимаг тут. Новая есть. Но есть ли смысл ее там использовать? Наверное, нет. Новую хочется использовать красиво, знаете. Для того, чтобы гарантированно убить юнита. Чтобы замедление также сработало. А не только нанесение урона. Вот как только что пехотинца. Видите, он его убил. В том числе, потому что он нанес урон. Ну, замедлил точнее. Без замедления его потом не добили бы. Ну, пехотинцы это, в принципе, мясо. Самое важное, чтобы стрелки жили. Один вот уже погиб. Смерть стрелка в однобазовом альянсе. То же самое, что смерть паука в однобазовой нежити. Недопустимо. Абсолютно недопустимо. Качаться бы здесь, на самом деле, альянсу. Но он, видимо, очень сильно хочет играть агрессивно. Сами видите, это необычный игровой стиль. Обычно то, как сейчас играет альянс, наоборот, играет нежить. Но с другой стороны нежить себе это может позволить. За счет хорошей ауры. Кайоа новые. И возможность без ресурсов толком наносить много урона. А там, в итоге, и агромага только что потерял здесь альянс. И стрелка второго уже потерял. То есть, прикиньте, было бы уже три стрелка. У него только один. Было бы четыре стрелка вместе с этим. Маны на новую не будет. Не такие нежить, просто койл новый. Тут будет пытаться. Я так понимаю, я там кайлом добил. Только что. Чем-то добил. Потому что горный король не получил опыт. Войска вступили в бой. Кельтоватский сапоги и худший артефакт уже мог выпасть. Кстати, для альянса. Потому что нет ни одного героя лавкача. Это артефакт на продажу исключительно. Нежить без ярости вурдалаков пока что. Он только качается. Ярость вурдалаков позволит очень эффективно убивать стрелков. Это еще один стрелок погибает. Боже ж ты мой. Пытается забирать вурдалаков. Еще один стрелок сейчас погибнет. Нет? Пытается выжить. Темная охотница появилась. Еще один стрелок подгоняет. Второй уровень угорного короля. Боже ж сколько стрелков уже погибло. Ополченцы пришли. Они превращаются в опыт для нежити. Пополнение армии мертвых. Буквально как из компании. Потому что темная охотница скелетиков наделала. Паладин скоро должен появиться. Как только будет Т3. Т3 нужно для мастерства жрецам. Для огненной сферы. Для стаффа. Для паладина. Но так много стрелков было потеряно. Это недопустимо. Это просто жесть. За счет скелетиков очень круто крипится сейчас андет. Крустальный шар выпадает. Сейчас скорее всего проверит, что противник здесь. Потому что другого направления нет. Не, ну решу, что он где-то снизу. Он видит, что противник там. Поэтому Личом подходит подворовывать что-то. Не допускает криппинг. Все-таки сапоги есть у Лича. Он очень быстрый. 4 стрелка. 3 жреца. Армия какая-никакая. Но есть. Паладин заказан. Огромага убивает здесь именно хэппи. Ему выпадают когти плюс 8. Плюс 18 к урону. Лич просто машина. Нереальная машина смерти. Ультра-герой. Сравните с архимагом. Или горным королем. Горный король чисто алкоголик. Посмотрел, что тут все закреплено. А так как надо что-то крипить, он идет дальше. На красную точку. Возможно хэппи через хрустальный шар это проверит. Если он его не продал. Он его продал. Но он обо всем догадывается. Потому что где еще может быть противник? Тут он проверил все. Ну типа как бы смотрите. Он с келетиком побежал. Тут ничего нет. Это он проверил. Тут не крепится. Тут уже закреплено. В центр он не побежал. Потому что он там стоял. Ну андет он там стоял. Значит в центр не побежал альянс. Значит альянс побежал вниз. Тут закреплено. Тут закреплено. А что снизу осталось? Красная точка. Типа ну очень легко до этого додуматься. В итоге феноменальный крипджек. И даже без боя сок сдается. Потому что в этом действительно нет смысла. Он проиграл. В итоге 2-1 в пользу хэппи. Если честно я удивлен. Что сок забрал карту. Отлично было сыграно им. Ну вот. Таковы реалии. Очень тяжело. Альянсу современности. Не хватает в том числе. И конечно же игроков. Потому что один сок остался. Инфитиейдж, Чимика. Многие перестали играть профессионально. И их очень сильно не хватает. Это ощущается. Для хотя бы развития метастроения. Чем играть альянсу. Что вообще ему делать. Вот. Надеюсь что вам понравилось. Спасибо большое что посмотрели. Всем приятного вечера или дня. Не знаю когда вы это смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok